всем привет и добро пожаловать ко мне на канал меня зовут марина и в сегодняшнем видеоролике я хочу сделать небольшой анонс нашего совместного проекта чего нашего нашего блогеров мы объединились и решили сделать для вас совместный проект который носит название стучится в окна рождество я думаю по названию в принципе понятно что этот проект конечно же призван подарить вам праздничное хорошее настроение и конечно же чтобы вы вдохновлялись от нас мы собрались абсолютно разные блогеры из разных категорий да есть те кто представляет рукодельный youtube есть кулинарные влоговые каналы есть каналы которые сосредоточены на фэшн и бьюти индустрии то есть мы действительно разные и мы объединились чтобы дарить вам каждый день новое видео на новом для вас канале как узнать кто принимает участие в этом проекте все очень просто в прикрепленном комментарии к этому видео я буду каждый день для вас делать актуальную ссылку на канал участвующий в этом проекте то есть такого своего рода будет что-то подобно календарю когда каждый день открывает и ссылку вы будете попадать на новый для вас канал возможно и конечно же будете вдохновляться смотреть радоваться и получать море позитива контент у нас абсолютно у всех разные у всех получается действительно классные праздничные ролики возможно с кем-то вы будете готовить традиционные немецкие блюда с кем-то будете красиво наряжать елку ну а с кем-то просто будете делать какие-то маленькие поделки чтобы ничего не пропустить подписывайтесь на мой канал обязательно загадывайте в прикрепленный комментарий и конечно же поддерживайте своими комментариями всех блогеров не только меня потому что активные зрители увеличат тем самым свои шансы на победу в один из дней будет проведен розыгрыш но об этом вы узнаете конечно же не сегодня пускай все остается в тайне и загадки пускай каждый новый день этого проекта приносит вам массу позитива праздничного настроения и конечно же добра тепла и вдохновения вот такой интересный проект мы задумали но это касается этого проекта но помимо проекта я хочу вам в этом видео еще рассказать кое о чем у меня как вы знаете в основном визуальный канал и кстати если вы еще не являетесь моим подписчикам то я вас конечно же прошу подписаться на мой канал присоединиться к нам потому что буквально сегодня она стала 16000 подписчиков за что конечно огромное спасибо моим зрителям комментаторам которые активно пишут мне в комментариях участвуют дискутирует со мной то есть действительно это важно и интересно ну а теперь раз уж у нас такое уже большое количество подписчиков я знаю что мне и зрители которые живут в германии девочки которые живут в германии наверное скорее всего эта часть будет для вас но все остальные не спешите переключаться но теперь я хочу рассказать об одной из благотворительных акций в которой я принимаю участие я сразу скажу что вообще по жизни моя позиция насчет добра очень просто добро нужно делать тихо не кричать об этом на каждом углу и когда сделал добро просто об этом забыть но сегодня это не тот случай сегодня я хочу своем видеоролике рассказать о вот это медведем этот медведь носит имя макс и он достался мне в одном из торговых центров я не начала вязать игрушки не начала вязать одежду для игрушек но вот это я захотелось сделать в одном из торговых центров ко мне обратился волонтер с вопросом они вижу ли я я ему ответила что действительно я вижу для меня нет никакой проблемы обвязать обычную плюшевую игрушку эта игрушка из очень далекого скажем так мультфильма немцев да я честно говоря не знаю про какой мультфильм идет речь мне так объяснили я вам рассказываю что это символ и у нато что-то наподобие наверное нашего чебурашки у немцев есть вот такой плюшевый медведь макс а в чем вообще суть этого благотворительного проекта перед рождеством выпускают очень много таких медведей действительно много и они отправляются в разные благотворительные организации конкретно мой макс будет отправлен в карету скорой помощи детской реанимации меня попросили обвязать этого медведя условия очень простые бесплатно получаешь медведи никаких контактных данных с тебя не спрашивают ничего не пишет ни имени ни фамилии все то есть добровольно и анонимно на доверие так сказать все это обостроено я пришла получила этого медведя и когда мне дали медведя сказали что сроков никаких нет да то есть никто не поджимает мне подгонять вас под сроком когда обвязать этого или обшить этого медведя да то есть вы можете не только связать одежду он так же решить эту одежду и потом отправить их так сказать временные дома у него есть вот здесь ошейник на которым контактная информация куда его потом отправлять в случае того что но если вдруг об этом таковом центре уже не будет этих волонтеров да и никому просто будет отдать этого медведя этого медведя я обвязала буквально за вечер и уже сегодня перед работой конечно же я забегу в этот торговый центр и отдам этого медведя по адресу мой медведь отправиться в карету скорой помощи детской реанимации также эти медведи отправляются в реабилитационные центры также для работы психологов с детьми которые пострадали в своих семьях до от жестокого обращения а также в распределительные центры для детей которые по той или иной причине лишились своих родителей да и в последующем подступают ли будут распределены другие семьи либо в детские дома то есть эти медведи тоже идут с ними этот медведь поступит в одну из машин затем в последующем с ребенком поступит в больницу и уже после выписки ребенок может сам решить хочет он его забрать домой или же просто оставить его в больнице то есть это такие варианты тоже есть единственное условие которое должно соблюдаться при вывязывании одежды или при шитье одежды не должно быть мелких деталей острых колющих которые легко бы отрывались и просто до понимаете что дети разного возраста и кто-то может просто оторвать что-то проглотить в общем ничего не должно быть колющего режущего и маленьких предметов если вы живете в маленьком городке германии и у вас нет какого-то крупного торгового центра не беда я в описании под видео укажу сайт на который вы можете обратиться и заказать абсолютно бесплатно необходимое количество медведей к себе домой затем вам придет контактная информация куда конкретно их можно отвезти для можно их по какому адресу в конкретный центр отправить ведь это абсолютно бесплатно все данные остаются анонимными если естественно коня вы заказываете по интернету обязательно нужно указать адрес куда вам доставить этих медведей они в течение недели приезжают абсолютно бесплатно вся доставка за счет отправителя то есть вы ничего не платите с вас как говорится просто немножко теплоты доход доброты и немножко пряжи я думаю для вязальщицы вообще это не проблема потому что у каждого из нас есть остатки я бы здесь использовала остатки пряжи то есть они какую-то специальную пряжу я не покупала использовала то что у меня было в арсенале расход минимальная работа вечер максимум может быть еще день до если вы совсем новичок в вязании но посыл здесь действительно очень большой если вы не живете на территории германии пожалуйста посмотрите в интернете может быть в ваших городах есть что-то подобное какие-то подобные акции когда вы можете кого-то осчастливить для вас это ничего не будет стоить для вас это пустяк но для ребенка который получит этого медведя это большой символ это лучик света и добра в его вот сейчас темной такой жизни поэтому я вас призываю на своем канале да я никогда не обращалась ни за помощью не к ни с какими призывами но в этот раз я хочу это сделать конечно же если будут еще медведи в наличии я возьму себе еще одного обязательно и так я не обладаю слишком большим количеством свободного времени но тем не менее на одного медведя меня еще точно хватит сегодня этот медведь уже отправиться буквально обратно на станцию свою до откуда я его в принципе взяла и если там будут другие медведи обязательно сниму покажу вам что делают другие люди какие костюмчики придумывают это очень интересно и забавно но на этом буду с вами прощаться спасибо что посмотрели что остаетесь со мной в этот праздничное время предпраздничное время я желаю вам конечно же позитива добра и верьте в чудо но обязательно случится до скорых новых встреч пока а